Здравствуйте, всем привет всем, мои дорогие подписчики! Сегодня я приобрел новую модель телефона Samsung Galaxy A51. Вот так выглядит коробка от этого телефона. Буквально сегодня начались продажи этого телефона, стартовали продажи в магазине Связной и фирменных магазинах Samsung в России. Потом эти телефоны будут появляться еще в других торговых сетях. Я купил версию белого цвета на 64 гигабайта. Есть вообще две вариации по цвету. Это черный вариант и белый. Возможно, в дальнейшем будут какие-то новые расцветки доступны, но сейчас пока что выбор из двух цветов классических. Черный и белый. Взял белый, потому что у меня был А50 черного цвета и он очень сильно быстро царапается. Черная вот эта вот панель, на ней очень сильно заметны царапины. Поэтому я решил взять белый вариант. И взял по памяти 64 гига, также еще есть 128. Я взял на 64. Стоимость телефона 19 990 рублей. Гарантия год. Ну и, собственно, столько же стоил на старте продаж прошлогодний Galaxy A50. И у меня он есть. Я потом сниму, наверное, отдельно полное сравнение этих двух телефонов. Сейчас из-за того, что Galaxy A51 вышел, A50 подешевел. То есть его сейчас можно купить дешевле. Но сегодня мы говорим не о нем. А Galaxy A50 уже все знают. Это самый популярный телефон, покупаемый в России в 2019 году. И давайте теперь посмотрим на его преемника. Galaxy A51. Не стали они делать там Galaxy A500, Galaxy A60. Типа, а Galaxy A51 сделали. Значит, что у нас здесь написано? 4 основные АИ камеры. То есть, да, действительно, сзади у нас теперь встречают не 3 камеры, как было раньше в Galaxy A50, а добавили одну камеру, аж целых 4 задних камеры. И посмотрите, какой блок задних камер. Похож на немножко на айфоновский. Такая здоровая черная блямба. Также здесь у нас аккумулятор на 4000 мА с быстрой зарядкой и сканер отпечатков в экране. Также у нас присутствует NFC и технология Samsung Pay. Можно также использовать Google Pay. Ну и вот как, собственно говоря, выглядит телефон. С телефоном не идет ни чехол, ни какое защитное стекло, ни защитная пленка. То есть, он полностью подвержен царапинам. Вам придется все докупать отдельно. Я вам советую все-таки купить это все, потому что телефон полностью сделан из пластика. Будет довольно-таки быстро зацарапываться. И я уже заказал, я уже заказал с сайта Алиэкспресс чехол и стекло. Но придется подождать сейчас месяцок, пока это все до меня доедет. Телефон полностью пластиковый, то есть и задняя крышка здесь сделана из пластика, и боковая вот эта рамка тоже сделана из пластика. Покрашена в серый цвет, как будто это алюминий, как будто это металлическая часть. Но нет, это все пластик. Закрыто все вот такой вот некой пленочкой для того, чтобы это не царапалось. Можно ее убирать, можно не убирать. Я лично всегда убираю, потому что с этой пленкой, ну, смотрится как будто пульт в этом, в чехле силиконовом, ой, силиконовом, в пакетике целлофановом, как у бабушек. Поэтому я все время это убираю. Я лучше куплю чехол, потрачу 200 рублей, и у меня будет телефон в отличном состоянии. Значит, по дизайну, что могу сказать? Белый цвет смотрится, ну, не сказать, что прям супер как-то интересно, но необычно. Необычно благодаря вот таким вот фигуркам. Мне нравится, что у них такой элемент дизайна получился, ни на кого не похожий. Они чертят такие прямые линии и делают как бы разделение. Видите, здесь какая-то более светлая, здесь более темная. Все это еще по углам вот так вот гуляет, появляются какие-то блики. То есть это не просто глухой белый цвет, а вот с какими-то еще типа... Вот здесь текстурка какая-то. Сделан, кстати, телефон во Вьетнаме. Написано, вот видите вы, Made in Vietnam. Как я понял, у Самсунга сейчас есть два завода. Один в Индии, другой во Вьетнаме. Например, когда я покупал Galaxy A30s, он был сделан в Индии, а вот A51 делают во Вьетнаме. Ну, я надеюсь, что вьетнамская сборка не подведет. Камера выступает совсем немножко из корпуса, блок камер. Здесь у нас целых четыре камеры и одна вспышечка. И спереди у нас тоже имеется вот такая вот камера. Кстати, разрешение ее выросло, 32 мегапикселя, и она не каплей оформлена, а просто дыркой в корпусе. Сейчас я вам покажу, о чем я имею в виду. Включаю телефон, и пока он включается, я, наверное, посмотрю, что идет в комплекте. Ой, Galaxy A51. Красота! Новый телефон, люблю новиночки. Значит, в комплекте, так же, как и с Galaxy A50, идет быстрая зарядка. Кстати, если вы купите телефон белого цвета, то у вас будут белые аксессуары. Если черного цвета, то аксессуары, там зарядка, наушники, все будет черное. Это быстрая зарядка. Также в комплекте идет разъем для зарядки USB Type-C. И также в комплекте идут вот такие проводные белые наушнички. Телефон запустился, и, как мы видим, здесь вот такие красивые живые какие-то обои на экране разблокировки. Реально очень симпатично это выглядит, очень красиво. Samsung молодцы, научились в дизайн. И вот, о чем я говорил. Посмотрите, обратите внимание, как сейчас оформлена фронтальная камера. Не просто как капля, а просто как дырка. Дырка, и это смотрится реально круто. Это смотрится офигенно, и мне кажется, что этот телефон стал чуть более угловатым, чуть более прямоугольным. У меня тут есть недалеко Galaxy A50. Вот как выглядит A50 прошлогодний. Видите, у него капля. Видите, у него какая рамка большая внизу, в отличие от A51. То есть A51 однозначно смотрится лучше, дороже и современней. Ну, я думаю, что все с этим согласны. Разблокирую телефон. Давайте тоже поставлю немножко яркости, прибавлю. Он у меня сейчас не на максимуме. Здесь используется Super AMOLED экран, так же, как и на Galaxy A50. Но дизайн выигрывает. Дизайн выигрывает, это однозначно. По элементам есть разъем для наушников, динамик, кнопка включения, кнопка регулировки громкости. Вверху у нас еще один микрофон, слева лоток для sim-карт, ну и внизу еще разъем для зарядки USB Type-C. Вот как выглядят телефоны сзади. Samsung, Samsung. Вот черный Samsung, и он сильно царапается. Вот здесь у меня видны царапины, потертости, поэтому я решил взять белый. На белом все это не так заметно. Ну и все вот эти вот отпечатки, видите, на черном тоже они очень заметны. На белом все-таки тоже это будет не так сильно бросаться в глаза. Что у нас есть из предустановленного софта? Ну, во-первых, здесь есть Яндекс.Дзен, Яндекс. Что еще? От Самсунга какие-нибудь приложения имеются. А, вот, Mail, Дзен, но это я уже сказал, Facebook, YouTube Music, Samsung Global, Samsung Notes. То есть есть несколько приложений, которые уже предустановлены. Также есть приложения от компании Microsoft. Слушайте, ребят, я сейчас им вот пользуюсь, да, и мне реально очень заходит дизайн. Мне реально он очень нравится. По сравнению даже с моим старым устаревшим iPhone, это выглядит намного круче. То есть у iPhone огромная челка, здесь маленькая такая дырочка, еле заметная. Ну, выглядит реально очень топово. И очень маленькие рамки. Посмотрите, какая нижняя рамка, прям еле-еле заметная. Как у флагмана. А телефон не флагманский далеко. Стоит всего лишь 20 тысяч рублей. Например, тот же Note 10, он стоит уже больше 60, а этот всего лишь за двадцатку. Также, что очень радует, что телефон уже работает на свежем Android. Это Android 10 и версия One UI тоже новая. 2.0, самая топовая. Телефон этот, естественно, поддерживает обновления по воздуху. Можно прямо сейчас проверить наличие новой прошивки. Может быть, он уже что-то новенькое найдет. Хотя я не думаю, телефон вот буквально вчера появился в магазинах. Еще, наверное, не прошло столько времени, чтобы какая-то новая прошивка вышла. Так, идет обновление, идет проверка. Сейчас он посмотрит, что там у нас есть. Да, смотрите, даже нашел. Нашел на 200 мегабайт какую-то новую прошивку. Ну ладно, хорошо. Значит, диагональ экрана здесь выросла на 0,1 дюйм. То есть было 6,4 дюйма, в A50 стало 6,5. Разрешение Full HD+. Ну что могу сказать по экрану? Супер AMOLED экран, сканер прямо в экране. Сканер находится прямо в экране. И сейчас я буду его настраивать. На Galaxy A50 мне не нравился этот сканер. Он срабатывал медленно, срабатывал как-то через раз. И поэтому я его часто критиковал. Здесь же сейчас мы будем проверять, как он работает. Для начала нужно придумать вот такой вот графический ключ. И теперь он нам предложит добавить свой отпечаток. Да, давайте начнем это делать. Вот она, эта область, куда мы добавляем свой отпечаток. Зарегистрировать можно 5 отпечатков, как и на всех других телефонах. Так, ну вот первые сложности. Первые сложности что-то я как-то прикладываю, он медленно регистрирует. Если это был бы обычный сканер где-нибудь сзади, сбоку или спереди, ну обычный, не экранный, я бы уже давно зарегистрировал. Так, что? Не хочу я ничего делать, принять. Все предлагает какую-то резервную копию, сделает, зайти в свой Samsung аккаунт. Мне не нравится такая навязчивость компании Samsung, что они постоянно за пользователя решают, что-то ему подсказывают. Я сам все сделаю, что мне нужно. Samsung, пожалуйста, не надо мне эти уведомления кидать по 100 раз. Вот опять, блин, вылезло обновление. Ну я столько настраивал сканер. Ёп, да ё-моё! В третий раз сейчас придется настраивать. Ну что это за издевательство-то? Ну не можете мне не кидать это уведомление, пока я дело занят таким важным делом. Я все никак не могу зарегистрировать этот отпечаток несчастный, блин. Он так долго его регистрирует. Нахрен вы вообще ставите эти наэкранные сканеры, блин? Да чистый! Вот, что ты, зараза, выходишь? Ты что творишь? Пишет, чистый у вас палец. Да, конечно, чистый. Ёкарный бабай. Помыл с мылом на 100 раз перед обзором, чтобы только зарегистрировать. Он не дает мне палец зарегистрировать, ему что-то не нравится. Ёкарный бабай. Вот это технологии современные, блин. Еще не зарегистрируешь, реально. Еще телефон, свой же телефон за двадцатку не разблокируешь. Так, что тебе надо? Сдвигайте палец. Хорошо, я буду сдвигать палец. Давай уже, восемьдесят четыре. Остается совсем малеха. Девяносто два. Давай, 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 давай. Девяносто шесть. Ну. Ну, сто. Ёкарный бабай. Ну все, готово. Давай, давай, проверим с тобой, родной. Вот я тапаю по экрану, у меня вылазит. Че не вылазит-то? Во, вылезла, вылезла эта штука. Прикладываю пальчик и разблокирую. Ну все, слава богу, работает. Первый момент пройден, но что-то он как-то оживает тормознуто. Вот смотрите, он заблокированный. Я должен тапнуть, он должен сразу ожить. А он оживает с какой-то задержкой. Но сканер работает. Реально, сканер работает. Вот сейчас, сколько я уже прикасаюсь, работает без каких-то промедлений, без затупов. Это хорошо. Теперь еще можно попробовать настроить биометрию, разблокировку по лицу. Лицо, оно раза в два быстрее. Раза в два быстрее, значит, запоминает, чем сканер. Так, ну и пробуем. Вот заблокированный телефон. Нажимаем кнопку включения, смотрим на экран. И совпадения не найдены. Ну-ка, с этого угла. Во, все, узнал. Ну-ка, дядя, еще разок. Нет, здесь, наверное, ему свет мешает. Ну-ка, так. Слушайте, а вот разблокировка по лицу, такое чувство, что стало работать хуже, чем было в А50. Ладно, давайте я сейчас обновлю прошивку, а то он меня изведет. Обновите, обновите, установите, установите. Давайте, установим. Вообще, ребят, пока телефон обновляется, я нашел, что у этого телефона доступно несколько цветов. Черный, белый, голубой и розовый. Но я почему-то сомневаюсь, что в нашу страну приедут такие красочные цвета. Как правило, у нас народ консервативный. И вот к таким вот ярким расцветкам, к голубому и к розовому, ну, это будет вообще смешно, если парень будет ходить с голубым или с розовым. Поэтому я считаю, что вряд ли они приедут. То есть нам, наверное, придется довольствоваться белым и черным вариантом. Хотя вот эти тоже неплохо смотрятся. Голубой с розовым. Да, и пока телефон обновляется, можно проверить, что у нас здесь за сим-лоток. Я надеюсь, что здесь 2 плюс 1. Можно установить все и сразу. 2 симки плюс флешку. Очень глубоко входит вот эта скрепка. Так, ну и вот он сим-лоточек. Сим-лоток, да, 2 плюс 1. То есть вот они места под сим-карты. Раз, два. И вот оно место под microSD карточку. MicroSD карточку сюда можно вставить большую. Он поддерживает и 64, и 128 гигов. То есть если вам вдруг не хватит встроенной 64 памяти, можете вставить, естественно, флешку. Это, кстати, очень важное преимущество Android смартфонов перед Apple. Мне вот этого не хватает на моем айфоне. Ю-ху! Телефон обновился, и теперь у меня самая-самая последняя версия прошивки. Ну что, супер! Получить телефон с самым топовым, самым крутым, самым новым Android с самой новой прошивкой. Значит, что еще? Стекло закрыто защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3-го поколения. Да, сейчас уже есть 6-е поколение. Таким поколением, как правило, оснащаются только флагманские смартфоны. Здесь же у нас 3-е поколение. И смотрите, у них даже на обоях, встроенные обои, есть специальные обои, которые как бы немножко вот эту штучку маскируют и делают ее, ну, не знаю, прикольной. Вот смотрите, я сейчас вставлю с Mini Mouse обои, и вот как будто она вот эту точечку сама нарисовала. Видите, прикольно. Они так сами стебут свою камеру. То есть это уже Samsung сами встроили в свои обои. Такую вот прикольную вещь. И еще есть вот такие обои с Mickey Mouse. Давайте тоже сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. Так. Оба, смотрим. Ну, а здесь, в принципе, здесь, в принципе, не скрывается эта капелька никак. Эта дырка никак не скрывается. Ладно, можно поставить также темную тему, если вдруг вам не нравится белый цвет. И, кстати, я вам всем советую использовать именно темную тему, потому что темная тема, она немножечко помогает при аккумулятор, продлить работу аккумулятора. Как это называется? Режим затемнения? Да, режим затемнения. Темная тема режим затемнения у Samsung называется. Вообще, если у вас телефон с AMOLED-экраном, то желательно использовать во всех приложениях темные темы, желательно использовать темные обои. Ну, короче, вы поняли, чтобы черные пиксели AMOLED-экрана не подсвечивались и не тратили заряд аккумулятора. Пришло время поговорить о производительности. Телефон новый, соответственно, здесь должны были обновить процессор, поставить новый мощный чип. Но, на самом деле, я разницы не увидел. Да, этот чип называется Exynos 9611, в то время как на А50 был 9610. Но, прочитав его характеристики, я не заметил разницы. Здесь 8 ядер, 4 Cortex-A73, 4 более мощных, и 4 слабых ядра Cortex-A53. Это 64-битный процессор, 8-ядерный, максимальная частота 2300 МГц. В целом, характеристики уже не впечатляют. Они реально средние. Для 2020 года я бы хотел хотя бы Cortex-A75 ядра увидеть. Но здесь старые ядра Cortex-A73. Также видеоускоритель здесь Mali-G72. Какой был, такой и остался. И по памяти у нас вариант на 64 гига внутренней памяти и оперативной памяти 4 гигабайта. То есть, как было в А50 4.64 начальная версия, так же осталось в А51 4.64. Оперативная память здесь используется новая современная LPDDR4X и версия Bluetooth 5.0. Также мы имеем NFC. Не забываем, что во всех практически телефонах, за исключением самых бюджетных, таких как Galaxy A10, в них во всех есть NFC. И мы можем пользоваться как Google Pay, так и Samsung Pay. И вырисовывается такая картина, что за 20000 рублей этот телефон не особо-то и производительный. Если мне дать 20000, я могу купить телефон, который будет гораздо производительнее этого Samsung Galaxy A51. Но в то же время Samsung никогда не старался из своей средней линейки сделать какое-то ультимативное решение по соотношению цена-производительность. Если вы хотите максимальную производительность за минимальные деньги, это вам к китайцам нужно обращаться. К таким брендам, как Xiaomi, например, Huawei. Но никак не Samsung. Samsung это больше все-таки про дизайн, про камеры, производительные процессоры у них только за высокий прайс, только во флагманах. Ну и сейчас мы проверим, сколько он наберет баллов в Antutu. Ну вот он результат, ребятишки. 180 тысяч баллов. Сравнимо где-то с уровнем Snapdragon 665. Что у нас по рейтингу? Входим мы в десятку? Да нет, конечно, ребят, в десятку мы не входим, потому что в десятку входят только флагманы. Давайте долистаем до нашего экземпляра. Так, 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 что у нас? Мы мощнее, чем Redmi Note 7, мы мощнее, чем Mi 8 Lite, Mi A3, но мы слабее, чем Galaxy S7. Да. Мы слабее, чем Honor 9, чем Galaxy A70, чем Redmi Note 7 Pro, чем Mi 9 Lite, чем Honor 10, чем Realme XT. Короче, много впереди нас телефонов. Наш телефон занял 60-е место, но зато ниже нас тоже довольно-таки много телефонов. Это Redmi Note 8, он слабее, Redmi Note 8T, Honor 9X Global, Honor 8X, Mi A2, Realme 5, Honor 10i и все это слабее, чем наш телефон. Ну, соответственно, Note 5, Note 6, Samsung старые, A40, Redmi 7. Так, что средний результат, средний. О, да, ну а теперь мы поговорим о камере. Конечно, они не могли не изменить камеру. Основной модуль получил разрешение на 48 мегапикселей, то есть камера стала лучше. Есть искусственный интеллект. Также у нас 12-мегапиксельная сверхширокая угольная камера, было 8 мегапикселей. 5 мегапикселей макрокамера и 5 мегапикселей специальный датчик для создания портретов, сенсор глубины так называемый. И фронтальная камера здесь одна на 32 мегапикселя. И что еще очень важно, смотрите, имеет широкий угол тоже фронталочка. Что еще очень важно на этом телефоне, так это то, что видеозапись тоже бустанулась, то есть улучшилась. Если раньше он снимал в максимальном качестве Galaxy A50 Full HD, то теперь у нас доступна запись видео в 4К. И плюс еще у нас есть электронная стабилизация, в то время как на Galaxy A50 ее не было. То есть реально очень и очень неплохо Samsung прокачала видеозапись. Но единственное, что стабилизация работает только в Full HD. Если мы нажимаем 4К, то не поддерживается стабилизация. Во как! Так, тест камеры будет позже. Сегодня просто у нас такое ознакомительное знакомство. Потом я сделаю, может быть, сравнение по камерам A50 против A51. Ну а для затравочки вам вот такое вот фото на 32 мегапиксельную фронтальную камеру. Слушайте, ну реально очень четкая фотка получилась. Неплохо, неплохо. Ну и тест звука, конечно же. Куда же без него? Включаю максимальную громкость. Может быть, у нас здесь сделан из стереозвук? Нет, динамик только один. Вот он, внизу. Чуть-чуть перемотаю. Максимальная громкость. По звуку никакой разницы. Никакой абсолютно разницы я не почувствовал в сравнении с A50. Ну и в итоге, хотим мы этого или не хотим, перед нами хит 2020 года. Samsung сделали опять такой классный телефон для среднестатистического пользователя без явных каких-то минусов. У него классный внешний вид, у него достаточно памяти, у него есть NFC, у него много камер под любой случай жизни и неплохой процессор, который вам позволит еще даже в игры поиграть в современные. Так что, ребята, Galaxy A51, обратите внимание, если вы хотите купить себе в 2020 году телефон не задорого, но чтобы он выглядел дорого и чтобы выполнял все функции, даже флагманские. Всем советую, телефон получился неплохой. Скоро будут сравнения его с другими телефонами, с конкурентами. В общем, будет интересно в этом году. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!